На Южном кладбище Академгородка продолжается противостояние администрации и представителей гаражных кооперативов, которые расположились по соседству. Каждая из сторон старается отвести воду от своих границ из-за постоянных подтоплений. Весной этого года уже подтапливала могилы самого Южного кладбища, а не так давно затопила часть территории гаражных кооперативов. О сложной ситуации на Южном кладбище расскажем далее в прецеденте. Напомним, последние несколько лет в зоне риска на Южном кладбище оказались захоронения в новом квартале, граничащем с гаражными кооперативами. Прошлой весной некоторые могилы здесь полностью ушли под воду. Откачивать ее приходилось насосами. Вмешиваться в ситуацию были вынуждены и районная администрация, и прокуратура. Благодаря усилиям последней в этом сезоне владельцев гаражей все же удалось заставить частично вывезти снежные кучи, которые местами достигали более трех метров в высоту. Для нас актуальной начала становиться проблема с 2019 года, когда плановые захоронения стали подходить к затопляемому участку. Начали выходить с письмами на представителей ГСК «Строители и металлист» с просьбой решить эту проблему. Но достигнуть договоренностей у сторон не вышло. Владельцы гаражей прорыли самодельную ливневку, а на Велостоке в аккурат на ту часть погоста, где не так давно появилась аллея славы, на которой покоятся воины, погибшие в зоне специальной военной операции. В прошлом году осенью они еще больше расширили и углубили. В этом году весной мы получили, могу назвать, катастрофой. У нас на родительский день порядка ста захоронений на 20-м квартале были затоплены. Люди не могли попасть к своим родственникам. Администрации кладбища пришлось ликвидировать глубокий ров, прорытый гаражниками. Но его снова раскопали. И этот цикл продолжался в течение всей весны. Предложение возвести капитальный водоотвод, который решил бы проблему, собственники гаражей отвергли. Они мне предложили скинуться. Я им сказал, что это, во-первых, земля принадлежит к кладбищу Южное. Мы не имеем никаких оснований тратить свои деньги на работы, проводимые там. У них есть начальство. Они, как хозяйствующий субъект, должны эти работы выполнять. С нашей стороны никаких подтоплений, никаких ручьев нет. Официально нам никто не предъявил претензий. А те, которые были предъявлены, чтобы в будущем не затопить, мы их выполнили. И все. В итоге самодельная канава все-таки была закопана силами администрации по ГОСТам. Мы обратились в специализированную организацию. Там рекомендаций было две. Можно, первое, преградить поступление талых и дождевых вод со стороны гаражостроительных оперативов. И второе, поднять уровень земли в некоторых местах 30, в некоторых до 70 сантиметров. В конце июня после ливня потоп произошел уже в соседнем ГСК «Строитель». Как минимум, одна машина пострадала. В свою очередь, на кладбище ситуация улучшилась. В профильном департаменте мэрии рассказали о перспективах его дальнейшей работы. Естественно, южное кладбище мы закрыть не можем. И оно не закрывается. Потому что это единственное кладбище южного направления города Новосибирска, которое обслуживает не только жителей советского района, но и всех окрестных территорий. Поэтому закрываться оно не будет. Более того, территория Погоста приросла новыми землями. Но их освоение снова упирается в конфликт с владельцами гаражей. Чтобы разобраться в проблеме, на место даже выезжала профильная комиссия горсовета. Часть территории занята металлическими гаражами. На этой неделе районная администрация составляет акты о выявлении самовольных этих гаражей. Чтобы вынести на комиссию материалы о демонтаже, нужно обмерить каждый гараж и составить акт о выявлении в отношении каждого гаража. Как только комиссия пройдет, мы начнем совместными усилиями освобождать территорию кладбища от этих металлических гаражей. По нашим подсчетам, примерно полтора-два гектара освободится территория. Но металлист, осевший здесь без прописки, похоже, не собирается уступать без боя. Изначально гаражный кооператив был. Есть все документы, что земля была выделена. Это был овраг, который надо было засыпать. Так и сделали. Здесь глубина железобетона примерно 3-4 метра в глубину. Поэтому здесь, в принципе, не захоранивать невозможно. Ничего, кроме гаражей, невозможно сделать. В суд пойдем, будем через депутата, будем через губернатора это пытаться решить. Уходить не планируем? Нет, уходить не планируем. А это значит, что борьба за землю Южного кладбища продолжается. Мы прекратили, остановили плановые захоронения здесь, на 20-м квартале. Потенциально он остается под угрозой. Будем продолжать работу, продолжать отсыпать этот квартал для того, чтобы полностью исключить, во-первых, самовольное разрытие, чтобы в дальнейшем полностью оградить попадание талых и дождевых вод со стороны ГСК на территорию кладбища. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова